Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Артём Мариотов-Скрипач. Артём, здравствуйте! Первый вопрос у меня, наверное, такой. Вы рязанец или проездом в нашем городе? Нет, проездом. Я не рязанец, я из города Липецк. Как к нам попали? К вам попал. Просто в гости? Да, просто в гости, просто с шоу-концертом. А вот расскажите, пожалуйста, вот передо мной лежит, я так понимаю, это скрипка, да? Да. Но вот скрипка, вот для меня в непривычном виде, что это такое? Это электроскрипка? Это электроскрипка «Ямаха». Вот я даже не знала, что вообще существуют электроскрипки. По мне скрипачи, это вот деревянные были такие, да, вот со смычками. Нет, это уже... То есть давно уже прогресс до этого дошел? Давно, давно дошел уже до этого прогресс. Уже много возможностей открывает электроскрипка для музыканта. Можно вешать на нее всякие примочки, лупы, это так по музыкальным терминам. Поэтому это уже давно утвердивший себя на музыкальном рынке инструмент. А вот где смычок? То есть он, по крайней мере, прилагается тоже, да? То есть на ней не как на балалайке, тоже с смычком? Нет, конечно, все как обычно, с смычком, да. И вы выступаете вот именно с этой скрипкой? Да, именно с этой скрипкой выступаю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, то есть, да, я тебе так полагаю, была скрипка не... Обычная, маленькая, вот такая. А вот расскажите про вашу первую скрипку в 6 лет. Вот как это вообще произошло, что у вас появилась скрипка, вас отдали в музыкальную школу родители, или как это было? Я-то уже плохо это помню. Дело в том, что в том возрасте человек не выбирает сам ничего, в принципе. Хотя, вы знаете, сейчас такие дети, которые уже сами изъявляют желание, в более раннем, в 4 года, в 3 уже хотят, говорят, я хочу то-то, то-то. Но быстро перегорает, потому что, в принципе, скрипка довольно-таки непростой инструмент. И нужна усидчивость и терпение. А дети, они, как правило, хотят играть в футбол. То есть вы были терпеливыми ребятами? Нет. Я также хотел играть в футбол, как и все. Ну и, в общем-то, где-то прогуливал занятия тоже. Ну, это нормальная практика для всех нормальных детей, я так считаю. В принципе, тот, кто рожден, конечно, наверное, с призванием играть на этом инструменте, он рано или поздно все равно придет к этому и будет на нем играть. А вот сколько лет было, если помните, когда вы поняли все-таки, что это уже призвание, что это уже нравится, а что это приносит удовольствие? Ну, да, довольно-таки тоже интересный момент. После музыкального училища Липецкого был такой момент у меня переломный, продолжать или не продолжать эту деятельность. Ну и как-то вот в студенческие годы хотелось заработать денег, мы начали работать по рынкам где-то в переходах. И как-то она вот все-таки, музыка, именно с этой стороны дошла. И начал развиваться, развиваться потихонечку, кафе, рестораны, клубы, потом уже начал придумывать свою шоу-программу и вот на данный момент вот пришел к определенной точке. А что такое для вас вообще выступление перед публикой, концерт, это радость, удовольствие, это какая-то энергетика, наверное? Ну, это в первую очередь ответственность. Ответственность за то, что ты делаешь, ответственность перед собой, перед людьми в первую очередь. Ну и, конечно же, это энергетика, это хочется всегда чего-то дать, хочется вызвать какую-то эмоцию. Вы волнуетесь вообще перед выступлениями? Да, конечно, как и все нормальные люди, я волнуюсь. Первые 5-7 минут, как говорил один преподаватель, я, говорит, в первые 100 раз всегда волновался. А от зала много зависит? То есть, например, чувствуете, насколько вы чувствуете поддержку, насколько вы чувствуете, что вот им нравится, да? Да, зависит и чувствуется, конечно, но опять же, ну это словами сложно немножко описать. Это, в общем-то, контакт чувствуется после первой уже композиции сыгранной. Когда ты чувствуешь отдачу, когда ты понял, что тебя приняли, тогда успокаиваешься и продолжаешь дальше делать то, что ты умеешь. А какие эмоции были от самого первого концерта и как давно это было? Первый концерт я большой сделал у себя в городе, в Липецке. Это было в 2012 году или 2013, сейчас не помню. Это было шоу тоже, большое шоу, Ортус оно называлось. Да, оно прошло очень хорошо, я так могу сказать. Оно прошло как эмоционально хорошо, было очень много людей. Потом немножко я ушел в доработки каких-то вещей, в доработку программы, в доработку аудитории по разным городам. И сейчас вот готов проехать туром по нескольким городам России. А скажите, пожалуйста, вот у меня есть такое ощущение, всегда было, может быть, я не права, что вот люди, которые музыканты, которые играют на инструментах, да, профессиональные музыканты, но они должны слушать какую-то особенную музыку. Ну, наверное, только ту, которую они играют, или похожую, или вот чему-то там, у кого-то учиться. Вообще, ваши вот музыкальные предпочтения какие? Нет, здесь мои музыкальные предпочтения абсолютно разные. Просто вот, начиная от советских песен, заканчивая современным дабстепом, скажем так, нет конкретного предпочтения какой-то конкретной музыки. Музыка должна быть интересной, она должна цеплять, она должна что-то нести в себе и вызывать эмоцию. А что вообще думаете о современной музыке? Вообще, можете вот нормально радио слушать, например? Могу нормально радио слушать. Ну, некоторые, не все, конечно. Радио 7 могу нормально слушать, потому что там очень такая хорошая подборка, и, в принципе, очень много произведений, которые там транслируются, я играю. Остальные радиостанции сейчас рекламировать не будем? Да, нет, я имею в виду, что произведения я играю, которые звучат там. Вот. И концерт, в принципе, состоит из набора хитов, классики, абсолютно разноплановая, абсолютно где-то рок, где-то классика, где-то поп-музыка, и все это в одно шоу. Вот про шоу, куда идти, когда идти, рязанцы. Я так понимаю, не зря вы к нам приехали, да? Да. Приедете еще. Да, буду надеяться, что приедете еще, конечно, да. С концертом обязательно, это будет 9 марта в МКЦ, в 19.00. Это будет шоу-концерт «Шторм», это будет электроскрипка, это будет много света, будут два танцевальных коллектива, которые я привезу с собой. Это шоу, одним словом, в принципе. А помимо скрипки еще какие-то инструменты или скрипка? Нет, только электроскрипка, да. Электроскрипка и минус, который сопровождает. Ну и ваши планы на будущее, покорить Россию? Потихонечку я ставлю небольшие цели, к ним иду. Конечно, понятно, что каждый музыкант, взявший гитару, скрипку, балалайку, баянок, где он в руки нам сразу говорит, что я хочу быть мировым известным человеком. Но все должно быть потихонечку, постепенно, потому что здесь надо реально смотреть на вещи, и много вытекающих последствий. Сейчас рынок очень большой, на самом деле, перенасыщен музыкой, и все хотят чего-то от этого получить. Ну что ж, обязательно вам желаю всего добиться, получать удовольствие от того, что вы делаете, да, и вот идиллия с вашим замечательным инструментом. Спасибо большое. Ну и хорошего концерта, конечно. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Артем Реутов, скрипач. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова